И всем привет ребят, с вами MrBank, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний ролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами находимся на нашем спецаккаунте, на всё том же, в замечательном вооружении, а именно на Викинга Громе, с устройством гиперскоростные снаряды, и сегодня мне пришла в голову идея протестировать это сочетание с одним интересным дроном, который называется Кемпер, тот самый дрон, который при полном количестве здоровья даёт бонусные количество урона, я хочу протестировать его, посмотреть насколько жёстко будет смотреться этот дрон в матчмейкинге на Викинга Громе с новым жёстким устройством, которое даёт с большого расстояния плюс 400% урона, плюс если ещё эти 400% урона плюсуются к Кемперу, это ещё двухсотка, то есть Х, ну вернее не Х, а плюс 600% урона у нас в сумме должно быть, по идее должны быть очень большие цифры урона, но насколько большие, я знать не знаю, поэтому я быстро щёлкаю и прокачиваю фулового Кемпера, которого у меня оказывается здесь не было, и мы идём с вами в матчмейкинг, я ещё быстро поменяю резисты, у меня одет рикошет, молот, магнум, я думаю, что давайте мы возьмём вместо рикошета и молота, хотя нет, рикошета мы оставим, там гелиусы будут, возьмём рез от шапта, будет рик, шапт и магнум, то есть две дальнобойные пушки и рикошет, который с гелиусом тоже может наваливать. Ну и пикаем матчмейкинговую катку, по режиму я честно говоря не знаю, что было бы лучше, давайте просто пикнем быстрый бой, если будет небольшая карта, то я перепикну, дабы попасть на здоровенную карту, и уже на здоровенной карте попробуем поиграть супер пассивно, с больших расстояний, покидать урон, и если я буду жить на фулл хп, у нас должны лететь безумно большие цифры, ну и посмотрим, лучше ли это, лучше ли этот дрон, чем например тот же гиперион или кризис, если это будет так, то это будет супер круто. Надо закидывать на большую карту, и это жавороночки, та самая карта, на которой я первый раз тоже тестировал, это вооружение, ну и смотрим на цифры урона, 3000 у нас залетает по первому танку, я не знаю была у него ДАшка или нет, сейчас я быстро подфикшу звук, хотя у меня по звуку тут вроде как должно быть всё чётко, да всё чётко, но как-то почему-то мы не слышим звук, не совсем грамотный, ну ладно, окей, будем считать, что со звуком всё в порядке, так, и стараемся накидывать, а, нет, ненормально со звуком, я уже понял, в чём проблема, вот так вот, вот так теперь всё чётко, так, стараемся накидывать урон, ждём ДДшку, и вот в такой позиции будем просто впушивать безумно большое количество урона, плюс это ЦП, я думаю, что противник особо под меня открываться не будет, будет возможность пожить, единственная проблема, это то, что у меня есть кулдаун ДДшка, и, ну, такой себе, не очень круто, так, пробуем накидывать, 3 300 по молодому залетает, 3 100 залетает, это по ДАшному, я так понимаю, 5 400, по ДАшному, 3 300, просто по ДАшному, по без ДАшному, 5 400 залетает, 2 700, туда этот урон, просто туда эти циферочки контентовые, хорошо, добавочка, 3 600 вкусных, пока что по мне ещё даже никто урона нанести не смог, позиция шикарная, для Кемпера шикарная карта, 3 300, 9 килов у нас уже имеется, что же делает этот громчик контентовый, ну, блин, ещё кулдауна бы у меня не было бы на ДД, вообще было бы великолепно, с кулдауном на ДДшку, конечно, не так приятно играть, так, противник чуть откатывает назад, пробуем накидывать, по 900 без ДДшки, страйкер здесь на сводочке работает, сейчас мы по нему как БМ, санём, 3 600 вкусных, туда их, 3 600 по ДАшному танку, хорошо, хорошо, так, ещё бы по этому викингу, который бы открылся, но он не открывается, так, есть у нас титанчик на расстоянии, 3 300, туда этот урон, туда его, хорошо, 5 400, вот вам чуть-чуть урончик, а так чисто, копейки какие-то залетают, нечего, чисто так, по прикольчику, давайте, может, даже выкатим на мост, выкатим на мост, что у меня есть овердрайв, вот, неплохо его реализовать, наши тиммейты уже просто респят противника, просто держат на респе, противника даже нету шанса на выкатку какую-то, на показ какого-то результата, прожатие овердрайва, 2 кила есть, 3 кила есть, ещё бы кого-нибудь поймать, ДДшечка, 6 300 с овердрайва, хорошо, это, при том, что у меня ещё кемпер не работал, тип кемпер работал, было бы ещё жёстче, так, ну и я не знаю, но тут уже надо более нагло как-то играть, чтобы противник особо под меня не пикает, точки не захватывает, поэтому, ну, давайте в наглую стоять тогда уже, накидывать урон с моста, гаусса, сводка залетает, сбивает мне кемпера, так, нажимаем аптечку, чтобы вернуть моего кемпера, так, ну и надо попадать, 3 300, по ДАшному Титану, 1800 на добавку без ДДшки, выпадает дроповый овердрайв, прыгаем за ним, заберём овердрайв и встанем, наверное, слева с моста, потушим урончик, наверное, оттуда у нас прострельчик будет открываться по противнику, или мы можем вообще оттуда прожать овердрайв, наверное, не суперсильно будет, 3 300 даже со средней дистанции, выжимаем овердрайв, по 2 000, хорошо, фиксируем прибыль, отлично, 4 000, добавочка с кемпера залетает, бах, 2 700, Титанчик под открытую стоит, бэн стоит, он не стоит, хорошо, 5 400, туда эти урончики, хорошо, ещё 3 300, ещё 2 700, мне чуть хпшечку сняли, возвращаемся в фулл хп, ну и накидочку, накидочку демонстрируем, 28 килов за 4 с небольшим минуты, но это просто ужас, если бы это была бы катка без досрочки, ну это было бы просто супер безумно, но скажу честно, кемпера вот этот вот дополнительный урон, да, с тем раскладом, что у меня есть кулдаун на ДДшку, это не жёстко, это 100% не жёстко, да, то есть у тебя и так на этом игре очень хороший урон, а если у тебя есть кулдаун на ДД, то, ну в сумме, ну я бы не сказал, что прям это сильно нужно, да, то есть например с гиперионом на постоянной основе, если у тебя есть ДДшка, там и так с обычного выстрела 3 600 урона залетает по не ДАшному танку, то есть по 1800, это и так безумно большие цифры, да, и по сути даже без ДДшки можно наносить эти контентовые цифрочки и уничтожать противника. Так, у нас закидывает на Чернобыль, хорошая кстати карта, будем стараться здесь дистанцию какую-то находить и пытаться накидывать как можно больше урона, посмотрим, что у нас будет здесь по точкам вообще, где будет противничек, 3 600 по ДАшному танку залетело вкусно, так, это уже упор, я еще выдал по себе урончик, лаксер вап, а нет, я не выдал кстати урон, так, но главное, чтобы меня вот так вот здесь не выкатывали всякие воспожиги, если меня будет выкатывать воспожиги от моего супер дрона смысла никакого абсолютно не будет, так, позиция вот примерно такая должна быть, ой, даже с Плэшом, ой-ой-ой, с Плэшом, какие цифрочки, я думал с Плэшом там цифры такие не летят, а там еще и с Плэшом такие цифры приятные залетают, так, без ДАшки, по тысячонке чисто накидываем, сейчас еще, ой, без ДДшки, так, сейчас ДД появится, посмотрим, что у нас полетит с ДДшкой, позиция шикарная, карта шикарная, противничек тоже шикарный, который под точку едет, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ну это ужас просто, ну это прибыль пошла, пошла прибыль, я чувствую вот эту прибыль, 8 киллов уже есть, так, пробуем по Теслочке, тысячоночка залетает, еще бы тут дроповая ДДшка падала бы где-то, ой-ёй-ёй-ёй, как жестко, ой, хорошо, хорошо, ну вот просто вот так вот примерно вы стоите и так вот накидываете этот урончик по противничку, ну безумно, 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 очень много, очень много, я честно до сих пор не понимаю, как можно сделать устройство, которое наносит такое большое количество уронов, так, викинга молот едет меня уже пушить, я так понимаю, да, кто вон там едет пушить, не знаю, так, у меня есть Сувердрайв, да, едет меня пушить, ладно, хорошо, хорошо, хоть катается, катается, боец подо мной, думаю, что он суперполезный, так, точка, добыл ДД включить, ну залетай, урон, офигеть, а почему я не залетел, он должен был по идее залетать еще жестко, так, викинга гром меня пушит, ой, викинга молот, зачем он едет на меня, не знаю, у него вроде игра на точке должна быть, не, как вы считаете, должна быть у него игра на точке, либо он должен меня ехать пушить, 13 киллов у нас уже имеется, так, в очередной раз он, ой, на обраточку уже едет, ДДшечку прожимаем, но меня, к сожалению, сливают, но сколько урона дает этот гром, конечно, это просто ужас, Жесть, вот вы представьте, сейчас точка будет не здесь, справа в углу, да, а точка будет с центра, да, то есть вот сейчас, например, они заберут эту точку, у нас точку сейчас дадут на центре, где у нас полностью открытая зона, и откуда можно кидать на постоянной основе большие, большое количество урона, просто по 5400 на большой дистанции, ой-ой-ой-ой-ой, не, ну это, вот я понимаю, что это супер имба, но даже она настолько супер имба, что мне даже больно смотреть на то, какие цифры летят, вот честно вам скажу, мне аж больно смотреть, дроповая ДД здесь падала бы где-то, было бы вообще шикарно, но централочку, кстати, мы должны очень легко контролировать, если мне, конечно, не будет прилетать выстрелы с Гаусса, такие жесткие, центр мы, по идее, должны, ну, как минимум, не отдавать, если не забирать, может даже и забирать готовы, так, появились резы, в большом количестве от Грома, но это не помеха, я уверен на 100%, что это не помеха для нас, и я буду здесь продолжать жить, и продолжать накидывать, безумные цифры, 24 кила у нас уже имеется, появляется у меня овердрайв, подождем, пока противников станет побольше, молот по мне тоже тычку неприятную наносит, шарик от противничка, который, наверное, должен сейчас решать, и уничтожать, большое количество наших танков, так, ну и Теслу эту надо слить, слить, так, у меня есть овердрайв, вот неплохо его прожать, потому что противник может забрать толку, точку, точку могут забрать, нет, хорошо, срабатывает шарик вкусный, от наших тиммейтов, так, ну и противник улетает нарез, поэтому мы живем, темпер с повышенным уроном имеется, так, магнум, который накидывает урон, тоже есть, так, аптечку прожимаем, выжимаем овердрайв, ну и все, и все, и вот так вот быстро противничек улетает нарез, 29 килов за 5 минут, офигеть, так, мне надо главное жить, у меня фулл хп было, сейчас ДДшку прожмем, потом прожмем аптечку, аптечку, потом ДДшку, блин, аптечка была не самая полезная, ну это чисто гром, гром ТДМ, я бы сказал так, гром ТДМочка, ТДМ не гром, ну урон, какой урон залетает, с плэшом даже, с плэшом, блин, оверки бы сейчас бы, оверка бы сейчас бы очень сильно пригодилась бы, так, наш хантер огром тушит противника, закидываем пятерку вкусную, добавляем, добавляем 2 700, по Резу и по ДАшному танку, по Мамонту 5 400 вкусных, 34 кила, есть контактик, есть контактик, так, по 1000, по 1000 очки залетает, нам уже расстояние небольшое, когда так залетает, так, по Викинга и Зитке, Викинга и Зитка едет сразу в центр, до 800, добавлять, добавлять, еще раз добавлять, урон, 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 Викинга усвоится, не понимаю, правда, урон усвоится, так, метра, забрать точку бы, забрать бы точку, забрать бы точку, а мы ее за ней забираем, ну и опять Викинга Молф приезжает, ну зачем он едет на наши респы, у него же игра, немножко в других, должна быть, интересах, зачем он едет на респ, ему надо не на респ, ехать, ему надо на точку, ехать, на точку, братанчик, на точку, и нашим тиммейтам тоже надо на точку, хорошо, добавлять, еще добавлять, бы аптечки нету, и сейчас бы аптека, как бы мне пригодилась, как бы мне пригодилась аптечка, ну ладно, наши тиммейты справляются, хорошо, 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 еще пол боя осталось, пол боя, у меня уже 40 килов, просто стоя, но на респауне у противника, викингам ол, сжимают овер, но при этом, не едет пушить точку, он не пушит ее, это что за гений игры, я не знаю, что это за гений, честное слово, так, мне залетает, мне залетает печальный выстрел, надо слить его, надо слить, там очень большое количество противников, на точке, надо слить этого бойца, обязательно надо его слить, надо его уничтожить, каким-то образом, так, а нет, наши тиммейты справляются, хороший выстрел залетает, еще добавочка, чтобы по мне бы шальные выстрелы, не залетали бы, которые хоть и снимают, маленькое количество здоровья, но сбивают мне эту, жесткую ддшку, так, и опять сейчас, наверное, этот молот откуда-нибудь приедет, вместо того, чтобы ехать на точку, мне вообще желательно бы, овердрайв прожимать, наверное, и пробовать, забирать эту точку, потому что у нас уже, остается мало времени, так, лак, блин, печальный лак, если честно, печальный лак срабатывает, ай, и у нас точка улетает, ну, елцык, мопцык, всю игру сейчас будем пытаться, забирать, одну центральную, ну, нафиг ты на меня едешь, ну, зачем вы мешаете, ё-моё, так, главное, чтобы они точку не забрали, главное, чтобы они не забрали её, нельзя ни в коем случае, это нельзя отдать, ни в коем случае, прожимаем овердрайв, полетела, полетела, родная, блин, кого-то не слило, кого я не слил, интересно, по идее, там некому было контролировать её, но я кого-то не слил, 53 килла, 6 минут до конца, теперь уже у нас не самая удачная точка, слева, открываться нам, ну, под неё можно только под одним углом, вот, примерно под таким, и отсюда уже пытаться накидывочку сделать, в очередной раз, ДД у меня на кулдауне, так, кто-то вжимает там овердрайв, КБД-шка бы быстрее кулдауну, кулдаун снималась, было бы получше, так, интересно, сверху там есть прострел или нет, да, есть прострел, о, есть, так надо здесь стоять, тогда, больше расстояния, выгоднее стоять с этой позиции, хорошо, понял, принял, как говорится, обработал информацию, по 2 700 вкусных, с ДД-шки дополнительные залетает, так, на Викинга Молот в очередной раз приезжает меня глушить, ну, противный ужас, те же противные бывают игроки в нашей игре, ай-яй-яй, зараза какая, я попытаюсь дистанцию сделать, это этот молодой, вообще не в приоритете, от слова совсем, мне надо накидочку делать, 55 килов, 55 килов у нас, 5 400 хороших залетают, добавочка 2 700, по 50% резу с ДД-шкой залетает 2 700, 2 700, это ужасно много, это прям безумно много, когда 2 700 по резу залетает, ладно бы, это бы залетало бы по безрезисту, по ДД-шному, я бы еще бы это мог понять, но когда это по 50% резу закидает, это очень много, это прям безумно много, так, у нас уже 60 килов имеется, ташка в очередной раз у меня на кулдауне, появляется овердрайв, хм-хм, хорянчик, чуть-чуть что-то, подхрипел я, так, по викингу добавочку, хорошо, добавляем, и добавляем, и добавляем аптечку, хорошо, хорошо, просто вы стоите на супер пассивичах, не делаете ничего гениального, и накидываете такое безумно большое количество урона, это устройство чисто для меня, для меня, который особо не умеет больше ничего делать, умеет только вот стоять, знаете, на одной позиции, и накидывать урончик, это чисто моя темочка, так, ладно, я хочу сделать безумную вещь, пробуем сейчас зайти, я не пробую, хотелось зайти через право, и попробовать оттуда прожать овердрайв, мне кажется, что это было бы очень круто, ну ладно, давайте продолжаем стоять на супер позиции, подвесимся, накидывать урон, 70 килог у меня уже имеется, так, ну и давайте, может быть, спустимся сюда, и возьмем овердрайв, потому что, чтобы никто, под эту позицию не подъехал, отлично, пойдет, додашка уже ушла на кд, оп, дроповая додашка падает, а вот это уже прибыль, а вот это уже прибыль, 3000 урона, по бездх, но здесь уже и дистанция, это не супер большая, если честно, тут уже можно и понять, почему урон не такой большой, так, поднимаемся наверх, занимаем позицию, и пытаемся накидывать дальше, накидочку, 2 минуты у нас до конца остается, уже 75 килог, 75 килог у нас уже имеется, так, 500 урона, отсюда, кстати, по мне урон почти вообще не летит, то есть здесь такая более пассивная, закрытая позиция, получается, если противник там снизу открывается, то у него прострела, ну, наверное, там практически нет, практически нет прострела, так, викинг едет по респу, не знаю, что он хочет здесь сделать, так, теслочка поедет на меня, или на противника, это надеюсь, что на противника, лично, так, и там у нас есть мамонт, мамонту попасть, лично, отлично, и может быть точку захватить, хотя бы одну точку бы захватить, было бы уже неплохо, было бы уже неплохо, прям ддшки нету, ддшки нету, тушить бы туда урончика бы побольше, ай, как надо помочь тиммейтам, а нечем-то помочь, по 1800 даю, добавить урона, ну, 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 две, одна, давай, дд, 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 хорошо, и добавочка, по 1000, только маловато, чё-то, о, хорошо, по троечке, и право два типа, право туда под прострельчик, ай, втушить бы, втушить, хорошо, 1700, есть, есть контактик, хорошо, за 30 секунд до конца, хотя бы одну точку мы забрали, так, 85% овердрайва, и успею я ещё до оверки, или не успею, 90% овердрайва, 600 урона сюда, маловато, конечно, дистанция, дистанцию побольше сделать, 1300 по, дэшному, и по, 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 резисту, у нас залетает, ну и всё, 5 секунд до конца, я обжимаю овер, потому что больше уже я его никуда не возьму, я не понимаю только одного, почему подсвечивается танк жёлтым, что я как бы по нему попаду, но я по нему не попадаю, 82 кила с кемпером в осадочке, но здесь можно с кемпером везде реализовывать, поверьте мне, любая средняя большая карта, викинга гром, либо паладина гром, можно даже паладина гром юзать, у вас ещё и будет кпшка, плюс идти с овердрайва, да, и вы можете подольше пожить, ну, единственный минус кемпера, это долгая кддд, то есть если вы находите где-то дроповую ддшку, и у вас будет ддшка, ну, больше, на большей основе, да, либо как бы на постоянную основе, тогда вы будете больше урона вкидывать, а так, 600% урона, это очень много, это безумно много, 82 кила, я давным-давно не набивал столько киллов в матчмейкинге, полторушка, без единого захвата точки, подъезда к точке, от дальней расстояния, от супер простой игры, вот такой вот результат мы получаем. Пишите, что вы думаете по поводу кемпера и нового грома, играли, если вы на нём, то напишите вообще свои мысли, свои ощущения, поддерживайте видос лайком, если он вам понравился, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте мой личный тег, это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов, вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. И у меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok